На своё капустное поле в посёлке Янкес Сарагашского района аграрий Булак Курбанбеков вынужден ежедневно добираться по бездорожью. Аграрий признаётся, что даже Нива иногда застревает в такой грязи. Машину приходится ремонтировать едва ли не каждый день. О том, что дорогу нужно привести в порядок, жители не раз говорили местным властям. С трудом добравшись до своего поля, Булак Курбанбеков с особой тщательностью рассматривает саженцы. Посевная здесь началась в конце января. Хотя сорт капусты под названием фарао отличается высокой урожайностью, всё же требует бережного ухода, говорит аграрий. А чтобы растение не замёрзло, работники прикрывают её плёнкой. Уже в апреле цена такого овоща будет стоить от 90 до 120 тенге за килограмм. Это дороже, чем в прошлом году. Всё дело в том, что зима в этом году была продолжительной, а потому раннего урожая капусты будет меньше, говорят дихкани. А семена тем временем дешевле не становится. Покупаем в магазинах семена, это голландский. Пакетик 7300 тенге стоит. В пакете 2500 семян. Раньше продавались по 4500 тенге. Ещё в прошлом году стоимость килограмма капусты была 75-80 тенге. В этом году может подорожать, потому что во время посева не успели многие из-за холодов. Раннего урожая мало. Аграрий уже четвёртый год занимается выращиванием капусты. В прошлом году со своих полутора гектаров он собрал 90 тонн урожая. Доход составил 6,5 миллионов тенге. Пулат говорит, что прибыль хорошая, но и затраты на удобрения были немалыми. Подкормка капусты в ранний весенний период очень важна, поскольку температура в почве ещё низкая и микробиологические процессы проходят малоактивно. Мы даём удобрения азот, селитру. Селитра стоит от 3000 тенге. К примеру, есть ещё удобрения Беллис против многих заболеваний. Килограмм примерно 17 тысяч тенге. Плюс ко всему мы испытываем проблемы с нехваткой воды. Нужно наш канал расчистить вовремя, до того, как пустят воду. Впрочем, государство оказывает поддержку тем, кто выращивает капусту. Правда, чтобы получить помощь, нужен залог, говорят специалисты. Если говорить о капусте под открытым небом, то государство выдаёт субсидии на весенние полевые работы. Один раз в год на 9 месяцев, по 8%. Выдаёт микрофинансовая организация АРЭС. Здесь залог нужен. Может даже земля в качестве залога. Если не доставить, то нужно поставить что-то ещё. Это облегчённый кредит. На 1 гектар 150 тысяч тенге. Аграрий Булат Курбамбеков признаётся, что залога у него нет, а потому приходится заниматься капустным делом на свои средства. Теперь он надеется, что погода будет ему благоволить. И уже в конце апреля удастся обеспечить витаминами не только южан, но и соседей. Известно, что южноказахстанскую продукцию забирают коммерсанты, чтобы реализовать на рынках области и соседней России.